Мы пришли к этапу планирования аналогичного индивидуального имплантата в четвёртом сегменте. Имплантат получался у нас по протяжённости чуть более протяжённый, он 37 мм, но по высоте он был меньше. Поскольку площадь контакта с сопоставимым получается больше, то мы ожидали, конечно же, в четвёртом сегменте, уже ещё на данном этапе, результат лучше. Здесь вот уже на моделях вы можете видеть, что мы учитываем встречные зубы при планировании выбора объёма. Но блок также получился достаточно большой по размеру. Установку выполняла Носова Мария Александровна, наш клинический консультант и представитель, лектор наш. Но её нам, к сожалению, снять не удалось, мы посмотрим уже её на промежуточных этапах. Я быстро пробегусь по анализу моделей. Всё, в принципе, аналогично. Это может делать доктор самостоятельно в программе просмотра, а также демонстрировать пациентам на промежуточных консультациях, если в этом есть необходимость или доктор видит в этом какой-то смысл. Поскольку технология не является на сегодня широко распространённой, наверное, имеет смысл всё-таки пациентов как-то глубже погружать в неё, рассказывая особенности и детали того, что с ним будет происходить. Но принципиально от костной пластики, методом расщепления или направленной тканевой регенерации, или методом дистантного остеогенеза, это ничем не отличается абсолютно. И все общие хирургические принципы, и показания, фармакотерапевтическое назначение, все они будут абсолютно аналогичны. Здесь получился 37 миллиметров блок в длину, ну и где-то примерно 7 миллиметров по вестибулярной стенке высоту. Мы его также со всех сторон можем померить, покрутить, так что это ещё параллельно неисчерпаемый источник контента. Здесь прошло 6 месяцев в четвёртом сегменте, и 10, соответственно, в третьем. Мы видим здесь, что структура блока полностью отсутствует, уже нет характерного трабикулярного рисунка. У нас также, как вы видите, частично сохранилась полоска компактной кости. В принципе, перестройка здесь закончена, мы можем устанавливать имплантаты. А вот здесь, даже спустя 6 месяцев, на что хочу обратить внимание, это вызвано и тем, что и структурой самого блока, то есть донорской зоны, и размером блока, конечно, потому что в норме не может заместиться даже спустя 12 месяцев полноценно, в полном объёме, хорошо воскулиризованной губчатой костной тканью, а также сформировать замыкающую компактную пластинку, вот этот костный имплантат. Это, в принципе, ненормально. Поэтому мы можем видеть здесь вот эту характерную трабикулярную структуру блока, ну и также видеть, что идёт перестройка. Хотя, обратите ваше внимание, мы моделировали блок вот по этот уровень. Это можно ещё раз по картинкам посмотреть. И вот этот треугольничек у нас вырос сам от травмы и подготовки принимающего ложа, что тоже, в принципе, нормально, потому что у пациента с хорошим потенциалом прогенераторным миллиметр-полтора, там бывает даже до двух, в норме растёт. Ну это более рентгеноконтрастная картинка, подсветлённая немножко. Здесь, в принципе, да, как бы интересно, что там, будем смотреть. Ну а что через 10 месяцев по моделям, наверное, не так, не имеет смысла смотреть. Ну мы видим рельеф, действительно он заметен. Тут видны даже вот шапки винтов уже, поскольку усадка произошла, как она и ожидалась. Мы можем всё это сопоставить для анализа и для понимания. Инженеры это, в общем, охотно делают, когда у нас идёт анализ результатов, поэтому оценить собственную работу, работу всей команды не составляет никакого труда. Мы подошли к этапу установки имплантата в третьем сегменте. Мы видим, что слизистая бледно-розового цвета, и объём её достаточный. Винты у нас не прорезались, хотя их шляпки видны через десну. Были открыты винты. Мы пытались как-то зондом тоже замерить эту усадку, поскольку помнится, что винты были установлены в уровень костного блока шляпками и отверстиями. Усадка произошла, и в области дистального винта она больше, конечно же. Мы выкрутили винты, был забран биоптат. Нас интересовала именно зона дистального винта, поскольку там на рентгене, во-первых, был чётко виден рисунок компактной кости. Ну и было интересно, что там вообще образовалось, и оценить степень замещения костной ткани, наличие и отсутствие остатков материала. Мы получили вот такой вот костный биоптат. Когда это происходило больше года назад, мы думали, что вот это верх, на самом деле, а не низ. Ну то есть мы думали, что это компактная кость замыкающей пластинки. А на самом деле это низ. Это вот эта компактная пластинка, которая восстановилась из-за недостаточной подготовки принимающего лоджа. А вот это рельеф очень крупного сосуда, как вы можете видеть. Я покажу всё на гистологиях. Сначала хотел бы разобрать этот момент. И мы видим, что здесь встречаются крупные сосуды. Я ещё увеличу дополнительно. Может, у нас картинка не так развалится. Ну, очевидно, что это крупный сосуд, который лежит на компактной кости, ярко-блестящей. И, видимо, питает весь вот этот объём костного имплантата. И здесь видно, что вот прям такие очень крупные сосуды. Поэтому он воскулиризован неравномерно, не по всей поверхности. А, соответственно, там должны быть остатки материала, промежуточные стадии образования костной ткани, соединительная ткань, хрящевая, да, то есть, поскольку, которая образовалась при недостатке питания. Ну, и всякие другие разные элементы, которые мы сейчас отсмотрим. Были установлены имплантаты. Стабильность мы получили на всех имплантатах, что говорило о том, что там действительно образовалась костная ткань, хорошего качества. Стабильность мы получили на всех имплантатах. Имплантаты установлены в уровень костной ткани, немножко заглублены, поскольку мы ожидаем усадку и дальше. Этим я хотел бы подчеркнуть то, что протокол хирургический был разработан специально для этих блоков, и пренебрегать его или недостаточно внимательно к нему подходить, ну, как минимум преступно, поскольку результаты этого будут наблюдаться ещё в дальнейшем на этапе приживления имплантатов, их протезирования, установки формирователей, уже нагрузки конечной ортопедической конструкции. Я рад, что имею возможность использовать данный метод и не оставлять таких вопросов, как там, остались ли остатки материала или какой-то механизм образования костной ткани. Там всё достаточно хорошо видно и заметно. Это анализ тоже модели, который был получен. Ну, программа раз видит хорошо рельеф, значит там, ну вот, да, объём, который сформировался, мы смотрим по высоте в четвёртом сегменте. Да, в вестиблооральном направлении произошла усадка, это тоже было одним из этапов эмпирического пути, поскольку нам казалось, что имеет смысл добавлять больше объём кости, чтобы вот сглаживать эту усадку. Но на сегодня, про усадку я тоже скажу, мы сейчас подойдём, в случае весь досмотрим, подойдём к этапу планирования и на прочие вопросы я отвечу. Мне инженеры посчитали модели, но поскольку я их начал анализировать, у меня закрывался ряд сомнений. А оказалось, ну, что как бы мы не знали тоже до этого, что если делать компьютерные томографии даже в одном месте и одному пациенту, как ни странно, но они находятся в разных плоскостях, они потом находятся в разных осях координат. И для того, чтобы их поставить, нужно выполнять их подгонку вручную. Нашим инженерам, ну, как вы видите, я составил достаточно подробные инструкции о том, как их надо было переставить, чтобы имело смысл сопоставлять объёмы и процент усадки, ну, чтобы понимать какой это вообще результат нашей работы. А навело меня на мысль следующее. Получается, что у нас вот это зелёное, да, салатового цвета, это кость после костной пластики. То есть, у нас получается, что орально выросло вот весь этот объём костной ткани, что, в принципе, невозможно. Поэтому я начал смотреть модели и понял, что они вообще в разных осях, они не подходят по размеру друг к другу, их надо подгонять, ну, там и так далее, тому подобное. Чтобы какой-то результат был всё-таки воспроизводим. Инженеры меня послушались, но сейчас мы рассмотрим чуть позже. Мы посмотрим вот этот наш столбик гистологический, который мы забрали. Пришлось делать даже два снимка и их сопоставлять потом в общих осях, для того, чтобы понимать. Ну что ж, давайте посмотрим. Ну, общий вид сначала. Вот он, длиной сантиметр, костный биоптат. Вот это зона компактной кости. Вот это то, что было блестящее на картинке забора биоптата. Ну, как вы видите, в принципе, это соответствует по структуре. Вот мы видим гаверсоподобное строение, сосуд в канале. Очень крупные просветы сосудов. Ну, это трудно сказать. Тут, возможно, была полосырхоцветительная ткань. В любом случае, это компактная кость. Она...